У каждого Тадепто Макевары рано или поздно возникает такой вопрос. А какая же нагрузка максимальная на моей Макеваре при определенной настройке? При минимальной, при максимальной. Как это проверить? Или вот только-только пришла Макевара, ее распаковали и хочется узнать, какова же сила сопротивления Макевары. Как это делать? Можно быстро проверить, чтобы понять, что Макевара достаточно жесткая и что она соответствует заявленным требованиям, которые декларируются при продаже. Довольно просто это все делается. Вот вы распаковали Макевару, положили ее на пол, пока она не закреплена на стену или на платформу, положили на твердую ровную поверхность и попробуйте на нее просто встать. Так, чтобы максимальная сила тяжести приходилась почти на самый край своей бойка. На самый край. То есть надо пяткой встать на это место. Вот. Вот я встал. Мой вес сейчас в районе 80 килограмм. Вы видите, что Макевара не продавливается до конца. Вот. Не продавливается. И только если я вот так вот попружиню, то она достает до конца. Это говорит о том, что нагрузки 80 килограмм в крайней точке недостаточно для того, чтобы Макевару продавить до конца. Это минимальная нагрузка на Макеваре с обычным сбойком. Вот. Соответственно, для того, чтобы точно померить, какова же нагрузка, сделать это просто. Если у вас есть какие-то разновесы. Например, какие-то грузы, блины для штанги, например. Вы кладете брусок. Для чего брусок? Потому что если вы положите просто блин, то рассредоточится вся тяжесть по всей поверхности блина. И он будет сдавить не своим только центром тяжести, а там, где соприкасаться будет. И в итоге у вас не будет оценки четкой в данном месте каково сопротивление. И вот когда вы положите вот какой-то брусок, лучше, чтобы он был как можно меньше по размеру. Вы начинаете нагружать его вот такими грузами. Блин, а штанги положили. Один блин. Потом другой. Давайте добавим еще. У меня просто стока не наберется. Разновес. Так. Вот это сейчас уже лежит. 20-20 это 40. 15-15 еще 30. Значит 70. Кладем 80. Так. Смотрим. Не достает еще. 90. Не достает еще. 100. Все. Остался буквально миллиметр сам зазор. Я так полагаю. Давайте будем нагружать разновесами. Итак. Положили брусок. Поехали. Начнем с самых больших. Итак. 20 килограмм. 40 килограмм. Добавляем еще 15. Это 55. Еще 15. Это 70. Еще 10. Это 80. Еще 10. Это 90. Придется немножко передвинуть. Сюда 90. Так. Это 100. 100. Давайте посмотрим, что там получилось. Остаются буквально миллиметры. Несколько миллиметров. Как это сваливается. 5 килограммовый. И возьмем. Ну давайте возьмем еще десятку. Еще один 10 килограммовый. Все. Произошло касание. Итак. Чтобы не быть голословным. Давайте посмотрим. Итак. Два диска по 20 килограмм. Это 40. Еще два по 15. Это уже в общей сумме 70. Еще два по 10. Это 90. Еще 10 наверху. Итого сейчас лежит на макеваре 100 килограмм. Остается буквально миллиметров зазор. Сейчас я буквально кладу еще 10 килограмм сверху, чтобы наверняка... Смотрим, там произошло касание. Мне пока не видно. Все. Произошло касание. Получается 110 килограмм. С учетом того, что нам пришлось немножечко переместить диски к середине, чтобы они не завалились. Вот 100 килограмм, это был бы как раз тот самый вес, при котором макевара была бы загружена полностью. И она бы коснулась. То есть, боек отбойника коснулся. Вот. Такая нагрузка минимальная на макеваре с обычным бойком. Ну и, соответственно, если у вас есть желание выяснить, с какой же нагрузкой ваш макевара сопротивляется при перемещении ползуна на какое-то расстояние... То есть, вам надо точно знать, каково сопротивление в килограммах, то вы просто перемещаете ползун, точно так же кладете макевару и промеряете все точно таким же вот образом. Но только не градуируйте макевару, потому что качество сопротивления, силы сопротивления могут изменяться в небольших диапазонах. Но, тем не менее, из-за влажности, из-за температуры и из-за того, насколько вы часто работаете на макеваре. Особенно первое время макевара чуть-чуть изменяет свои качества. В первые месяцы работы она становится чуть-чуть более гибкая. Вообще, рекомендуется после приобретения макевары настроить ее на минимальную настройку, на самую слабую. И какой бы уровень подготовки вашей не был до этого, поработать на минимальной настройке на протяжении около месяца. Чтобы она приобрела свои естественные и более-менее постоянные качества. И вот тогда уже можете передвигать свои ползун, настраивать ее на более высокую степень нагрузки. И уже измерять силу сопротивления, если у вас есть такое желание. На самом деле, абсолютные силы сопротивления и вещи совершенно не важны. Самое важное это понимать, что вы прогрессируете. То есть, что вы раньше били на более слабые настройки, стали бить на более сильные. И чувствуете, что вам это даже стало делать легче. То есть, вы прогрессируете. Вот это важно. Ну и реперную точку можно замечать иногда один раз за полгода. Действительно, макевару снять, положить на пол и промерить, на какой силе сопротивления вы работаете в данный момент. Ну вот так. Субтитры создавал DimaTorzok